Всем привет, дорогие друзья! С вами Валерон Скиер. Сегодня я нахожусь на Крылатских холмах и у нас впереди обзор сноу-парка от AllPro. Катайтесь больше, тренируйтесь больше, ходите на батуты, прыгайте в подушки, тренируйте УФП и самое главное, не делайте так, не чебурахайтесь. Максим, что вы скажете про трамплин, который вы только что увидели издалека? Что-то я очкую, ребят, потому что там приземление не пологая ни хрена, а можно так нормально жопку-то отбить. Посмотрите на это. Тренировки на инструкторов, кто хочет зарабатывать... Больше 50к в месяц. Да маленький трамп, даже отсюда видно, что он мелкий. Нет, ну блин, ты посмотри, какое там резкое приземление. Значит, мягкое. Здесь вот летняя конструкция. Ребятки тут тренируются прыгать в подушку трюки. Очень крутая локация с подъемником, с двумя подушками на любой уровень. Даже можно выкручивать даблы, то есть можно начать прыгать, можно совершенствоваться. А зимой, соответственно, все, что натренировали летом, ставите там в парке. Вот она основная полка с трамплином. Супер длинное приземление. Правильный угол. Ровное, в отличие от того, что я видел вчера в Боробьевых горах. Вот такое количество снега нужно, чтобы сделать нормальный трамплин. Поэтому, как правило, это стоит денег и никто в это не хочет влезать. И это вот вторая после большого трамплина джип-полка. Тоже довольно с большим слоем снега. А центральная, это соседняя линия для начинающих. Next level катания в сноупарке. На ледянке. Сел я на подъемник. Потихонечку поднимаюсь. Кто смотрел мои прошлогодние выпуски, знает, что в Крылатском очень медленный подъемник. Из-за этого здесь лично я начинаю вообще залипать. Можно приуныть, можно подумать о жизни. Мне кажется, вообще можно и поработать. Подъемник стоит 50 рублей подъем в будний день до 5 часов. Это нормальный, я считаю, прайс для катания в Москве. Учитывая, что здесь один из лучших парков Москвы. Трамплин очень длинный. Это круто, потому что проще с таких отходить. Чувствуешь радиус. И вообще весь кайф катания на лыжах, скорости, полеты. А не всякая мелкая тема прыжковая, которая сейчас популярна. Я начал кататься на лыжах и заниматься ньюскулом. Именно из-за того, что мне нравилась скорость. Когда ты разгоняешься на трамплин, долго на него заезжаешь, отходишь. И вот это вот самое чувство полета. А то, что сейчас в большинстве случаев вот эти маленькие 4-5 метровые трамплины. Ты едешь и такой чпок и ничего. Ну и как бы вообще никакого кайфа. Но это безопасно. А безопасность у нас, естественно, на первом месте. Поэтому, собственно, начинающие и продолжающие и опытные райдеры вынуждены прыгать на таких трамплинах. Вот такой вот вид открывается в Крылацком. Ничуть не хуже, чем на Воробьевых горах. И учитывая уровень склонов и сноупарка, тут даже поприкольнее. Макс, как ты собираешься разгоняться? Ты только поднялся. Даже не знаешь, сколько ходов надо брать. Ну, я посмотрел стол. Он достаточно мягкий. Если я даже не долечусь, то будет нормально. Но я прямого пока прыгну. А перелететь ты не боишься? Ну, навряд ли я перелечу. Ну, давай посмотрим, что ты можешь. Катание в сноупарках. Требует умения катания на лыжах. Красавчик! Катание в сноупарках требует все-таки навыки катания на лыжах. Потому что вы должны ехать в правильной стойке на трамплин. Контролировать скорость. Где надо чуть-чуть ее снизить. Где надо чуть поднабрать. И, соответственно, уметь уезжать на крутых участках. Потому что здесь скорость все-таки достаточно большая. Сейчас у нас самая любимая часть видео. Посчитать стол. Шишка здесь безопасная. Есть даже разметка. Надо улетать за вторую линию. То есть это первая. Там вторая. Это будет правильная часть приземления. Придем тут идеально. Сегодня очень мягко. Итак, считаем стол от шишки. Шишка пологая. Так что вот сюда, между вот этих волосок, не считается долет. Итак, от первой линии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь метров получается у нас стол. Плюс пологая шишка. Ну, восемь метров здесь с натягом. Ну, восемь, да, будет. Если вдруг вы новичок, который хочет попробовать себя на большом трамплине, открою секрет, что восемь метров это все-таки небольшой трамплин. Это обычный, я даже не знаю, первый трамплин в средней линии. То есть ничего такого. Но он здесь, видите, на уровне стола находится. Из-за того, что радиус здесь не супер резкий, он вообще очень достаточно пологий и удобный для обучения. То есть, кто всегда хотел попробовать прыгать с трамплинов, либо начать прыгать, это сектор шанс, на самом деле, что тут супер безопасно. Что касается на Воробьевых горах, трамплины с такой же примерно конфигурацией, чуть покороче, естественно. Но стол будет пять метров, а здесь все-таки семь-восемь. Смотрите, какая длина трамплина от транзита. Я сейчас стою на транзите. То есть, вот это вот все подъем. Очень нереально приятное ощущение такого долгого заезда. Поэтому это самые кайфовые трампы, и на них нужна из-за этого большая скорость. Тут длина примерно метров, наверное, 15. Длина трамплина, ну как бы, понимаете, да? Это не кочки, которые копают лопатами. Там вот на пути есть какая-то шишка, на ней можно делать какие-то прикольные штуки. А здесь уже начинается линия маленькая, эска. Начинается она с трубы. Не люблю особо лично я эти трубы, потому что можно воткнуться в стойку. Дальше идет такой вот перегибчик. Кстати говоря, опять же, для начинающих, если вы боитесь прыгать сразу с трамплина, покатайтесь через стол. Просто заезжаете на стол и через перегиб катаетесь, пока не привыкнете к скорости. Итак, здесь первый перегиб. Потом здесь начинается второй перегиб. Тут можно делать микропрыжки 180. И дальше начинается вот такая вот пирамида. Прикольно сделали. Тут тоже достаточно безопасно, но здесь надо уже приземляться хотя бы на середину. И приземление тут достаточно пологое. Если оно затвердеет, будет бить в ноги. Ну, вообще прикольно для начинающих. Ну, не могу сказать, что трамплин мечты. Это у нас джип-полка. Некоторые райдеры были ей недовольны из-за того, что до труб надо долетать. Обычно где начинается труба, там начинается трамплин на фигуру. Вот такая вот жирная трубка. Здесь стоит кинкуля. В прошлом году я ее вообще очень круто покатал. Но в этом году сделали не очень прикольно. Видите, разрыв от трамплина до перила. Надо набирать много скорости. И фигура короткая. Из-за этого ее быстро пролетаешь, не успеваешь ничего сделать. Сход с трубы вообще изи. Очень низкий. И обычная трубка. Я считаю, кикер здесь нормальный. Прыгать можно. Ну, no comments, так сказать. В общем, джип нормальный кинг. Да и фиг бы с ним на любителя. Джибинг тут достаточно скоростной. Пешком на нее не походишь. Как видите, здесь огромнейший транзит. Это плоская часть перед фигурой. И это джибинг только так в серию. И в конце мелкой линии есть вот такая труба. Главное, вот отсюда не свалиться с полки джибовой. На нее тоже пешком не походишь. Тут ходить слишком много. Это лучше тренить в канте. А так самое кайфовое. Тут это большой трамплин. А остальное, конечно, все лучше на Воробьевых горах, если сравнивать. Вот такой вот сноупарк в Крылатском. Мне, в принципе, нравится сам трамплин. Это ради чего я сюда приехал. Джибить, лучше тренироваться однозначно, это кант. И осваивать прыжки для начинающих. И около, скажем, среднего уровня. Средний уровень, я считаю, это вот 8 метров. А что круто в парке на Воробьевых горах. Там 5,4 метра трамплины. И вы можете точить трюки в серию и быстрее оттачивать свое мастерство. Потому что трамплины длинные, пологие, пролета маловато. Но можно не крутить супер большие градусы и делать упор на технику. Тогда вам вполне этого достаточно будет. И там быстрый круг. Здесь получается в три раза медленней. Ну, короче, сейчас будем пробовать. Короче, прыгнул несколько раз с трамплина. Радиус плавный. Зависание Airtime очень приятное, долгое. Можно взять греб, поддержать. Улетать можно в начало приземления, в конец. То есть, сам по себе трампик очень сейвовый. Планирую тут зависать почаще и научиться нормально гасить. В общем, рекомендую. У меня даже от скорости слезки радости выступают. Такой получился обзорчик. Пишите в комментариях, катались вы в каких-либо парках, где вам больше понравилось. С вами был Valeran Skiere. Катайтесь на отвинтипах, ставьте крепление посередине. И не катайтесь в свече на обрезанных лыжах карвинговых. Карвинг нужен для карвингов. Всем пока.